Привет, просветители! Возможно, вы не знали, но я огромный фанат фильмов ужасов. Крик, Хэллоуин, Звонок, Проклятие, Чужой. В общем, психика у меня крепкая. Камон, я каждый понедельник ролики на этом канале выпускаю и об очередном предложении рассказываю. А уж что в Телеграме творится. Так что удивить меня сложно. Напугать еще сложнее, но сахалинским пролайфером это удалось. Молодцы, ребята! Респект! Умеете? Могете? Каждую неделю мы слышим очередную слезливую речь о том, что детки такие маленькие и невинные, и что любое упоминание взрослых проблем тут же целое поколение невинности лишит. Половое просвещение? Разврат. Аниме? Взрыв мозга. Игры? Причина жестокости. Узнаем, что оказывается в нашем обществе аборты активно пропагандируются. В общем, не жизнь, а настоящее минное поле для детей и подростков. Куда ни ступи, везде опасность. И только школа тихая гавань с тщательно отобранными материалами к разговорам о важном и другим внеклассным мероприятиям. И когда ты отправляешь ребенка в школу, можно быть уверенным, дитё никаких гадостей не нахватается. Особенно теперь, когда телефоны на занятиях запрещены. Больше никакой деструктивный контент в головушке не проникнет. Только настоящие традиционные ценности. Ну и видос с вагиной на всю стену. Но с педагогической целью. Показать детям весь ужас абортов. На Сахалине школьникам во время лекции в актовом зале на большом экране показали видео с процессом прерывания беременности. Абортом. Очень мощного сожаления в вашей судьбе. Итак, девушка приходит, узнав о своей беременности, приходит в женскую консультацию. И первое, что я спрашиваю доктор, не как вы хотите родить здорового ребенка и иметь беременность, а о том, каким образом вы хотите прервать беременность. Не выдуманы истории, о которых невозможно молчать. Женщина приходит к гинекологу, и первое, что она слышит... Как будем от ребенка избавляться? Не сомневаюсь, что именно так в большинстве случаев и происходит. Именно поэтому сенатор Наталья Косихина решила добавить огоньку подобным приемам и выступила вот с таким заявлением. Помимо доверительного и честного разговора гинеколога с пациенткой и консультацией, здесь может помочь демонстрация в рамках приема короткометражного медицинского фильма, где рассказывается и показывается при помощи мультипликационных технических приемов процесс выполнения медицинской процедуры аборта с рассказом о негативных последствиях в отдаленной перспективе для здоровья при ее выполнении, а также показом мнения самих женщин, которые ранее вынуждены были прибегнуть к этой процедуре. Странно, что показать фильм о последствиях тяжелых родов или спросить мнение женщину пострадовой депрессии сенатор не предложила. Ну а это так, мысли вслух. Но пока наши законотворцы только предлагают, Сахалин не только одним из первых рассвет встречает, но и подобные фильмы уже показывает. При этом, согласитесь, зачем ждать, пока будущая мама придет в женскую консультацию на бесплатный киносеанс? Пусть гинекологический хоррор-кинотеатр приедет к девушке прямо в школу. Странно, что не в детский сад. Я правда не знаю, что творится в головах у тех товарищей, которые решили вот это подросткам на большом экране показать. Надеюсь, HDR, Dolby Atmos, все дела. Ну и эффект полного погружения. Мы ж хотим до самого основания душ потрясти. Рассказывать подросткам о защищенном сексе и риске за ППП нельзя. Детишки еще слишком маленькие. Такие разговоры подтолкнуты к раннему началу половой жизни. А вот врубить им кровавый видос с абортом. Самое то. Ученики школы номер 7 сообщили осторожно новости, что их собрали в актовом зале в пятницу 27 сентября, чтобы показать это видео. По словам школьников, заранее мероприятия его программе их не предупреждали. Перед показом видео им сказали, кому неприятно, просто не смотрите. По словам учеников, многие закрывали глаза и отворачивались. А некоторым школьникам стало плохо во время просмотра. Мне вот лично тоже стало слегка не по себе во время просмотра версии без цензуры. Помимо показа видео, ученикам прочитали лекцию, в ходе которой им заявили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной, а в случае беременности лучше девушки родить. И вот здесь мы переходим к следующему пункту. Похоже, цель этого образовательного фильма не показать последствия незащищенного секса. Подобная демонстрация все еще полная жесть, но здесь хотя бы нет такой явной манипуляции. А рассказать о вреде абортов и сделать выбор в пользу рождения ребенка. Только вот проблема в том, что если бы активисты с таким же смакованием показали процесс родов, реакция у большинства была бы такой же. Ужас! Во время этого весьма болезненного действия порой происходят совсем неприятные физиологические процессы. А что? Айтс тоже на весь экран. И кровище побольше. Что у нас там с пропагандой Child Free? Как мне кажется, подобные видосы в актовом зале точно добавляют желание плодиться и размножаться. Новое слово в педагогике. Хотели отчитаться о профилактике абортов, а в итоге подарили ночные кошмары и страх перед сексом. Молодцы! Еще совсем недавно активно обсуждали, а как это книги остро на детешек повлияют. Там же явно контент 18+. А зато здесь, Марья Ивановна, выводи на экран. Предлагаю не останавливаться. Если уж решили кровью пугать, то идти дальше. Показывать детям мертвые тела. Люди не будут брать в руки оружие. В формате 4К показать удаление аппендикса. Или любую другую операцию. Зрелище, хочу вам сказать, не для слабонервных. Зато сократим очереди в больницах. Лучше терпеть, чем на операционный стол. Да, оказывается, медицинские процедуры не вызывают восторгов у зрителей. И что? Откажемся от них по такой логике? Там же кровь! Вообще, конечно, возникает просто масса вопросов. Интересно, спрашивали ли у родителей разрешение на подобное внеклассное мероприятие? Что-то мне подсказывает, что далеко не все взрослые мечтали о такой красочной школьной жизни для своих детей. Школьникам показали только вот эту кровавую баню? Или о других методах прерывания беременности тоже рассказали? Вопрос в пустоту. Была ли подробная лекция о контрацепции? Или авторы решили сразу же с козырей пойти? А это, детки, матка. Администрация школы знала, что ученикам будут показывать. И вот тут, честно говоря, даже не знаю, какой стул лучше. Директор просто пустила в школу людей и разрешила им показывать все, что им в голову взбредет. Или сначала отсмотрела блокбастер и сознанием эксперта заявила. Да, крови много. Десятый Б оценит. Не, кто ж спорит. Конкурсы, конечно, веселые. Но можно все-таки специфику аудитории учитывать. Выдадут ли организаторам медаль просветитель года за разрешение? Просто не смотри тем, кому неприятно. Вообще не помню, когда в последний раз о чужой психике кто-то так заботился. Ну, просто не смотри. Странно, что закон о пропаганде в России так не работают. Устроить этим господам гастроли по всем школам страны. Пусть у каждого девятиклассника от слова аборт руки трясутся. Заодно от мысли обога отвлекутся. Является ли подобная просветительская деятельность трэш-стримом, которые по закону запрещены в нашей стране? Или если полоски донатов нет, то можно. А вот как объяснили свои действия авторы этого занятия. Я понимаю, что это жесткий подход. Кому-то он может показаться чрезмерным. Но, к сожалению, он чрезвычайно эффективный. Так как люди сталкиваются с правдой. Так как после этого уже невозможно сказать, что аборт это безопасная история, покрытая флером некой таинственности. А если вы также видео с родами покажете, то тоже флёр тут же испарится? Или это другое? Да и вообще, как часто нас вспоминают о женском репродуктивном здоровье, если речь не заходит о часиках или аборте? Мы частично перегнули палку. Но я не думаю, что дети видят менее трэшовый контент, когда лазают в соцсетях без разрешения родителей и скроллят ленты новостей. Ааа, ну раз дети без разрешения родителей трэш смотрят, значит можно всё в школу тащить. Ну, чтобы воздействовать. Хочется закончить видео на позитивной ноте. Например, некоторые священнослужители подобный подход поддержали. Врач-реаниматолог иеромонах Сергий Сенчуков положительно воспринял показ школьникам на Сахалине видеозаписи аборта. Я вообще эти фильмы показывал бы везде, где только можно. Особенно там, где большое скопление молодёжи. Так люди наконец осознают, что аборт это не просто медицинская операция, а убийство живого человека. Причём убийство с особой жестокостью. Поэтому молодые люди должны видеть, что это такое на самом деле. Ведь это не игры, это живой человек, которого жестоко убивают. Старшеклассники уже достаточно взрослые, чтобы пережить это. Тем более, что фильмы ужасов они все смотрят. Вот так. А теорию Дарвина нужно из учебника биологии удалить. И за аниме с играми пристально следить. А то хрупкая детская психика такого не выдержит. Друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boost или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. Ну и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Все записи моих стримов именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельное. Гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boost. Большое спасибо за поддержку. Я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе. В понедельник в 17.00 по Москве. В моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.